Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Михаил Галин, хозяин толстого кота Виктора, которого они пустили на борт аэрофлота из-за лишнего веса. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте. Вы сейчас находитесь в Владивостоке, да, на прямой связи с нами? Да, все верно. У вас ночь, как мы видим, судя по всему. Ну, уже после вечера. Да, близится. Ну, ваша история, она очень такая трогательная и резонансная. Уже появились и мемы, и слоганы «Я, и мы», и «Кот Виктор». Расскажите, как разворачивалась эта история для наших радиослушателей, если из первых уст. Прямо с самого начала рассказать. Как это было? Какие-то важные, может быть, самые моменты? Ну, наверное, для слушателей из Латвии, можно сказать, что два года назад я переехал в Латвию. У меня был рабочий контракт. Два года я прекрасно прожил у вас в гостях с «Котом Виктором». И мы возвращались обратно. Возвращались по маршруту Рига-Владивосток с пересадкой в Москве. Рига-Москва у нас полет прошел хорошо. Единственное, что «Коту» было не очень хорошо. «Коту» было плоховато во время перелета. Его тошнуло, у него выделялась слюна обильно. И когда мы прилетели в Москву и пошли на регистрацию во Владивосток, «Кота» попросили взвесить. Он оказался на 2 килограмма больше допустимой нормы. И регистратор отправил его в багаж. Но я никак не мог позволить, чтобы «Кот» ехал 8 часов в багаже, если за час ему уже было плохо. И пытался как-то договориться, решить эту проблему, но опять перевозчик был непреклонен. Поэтому мне пришлось отказаться от перелета. Я вернул посадочный полон и стал уже искать вариант, как добраться до Владивостока. Ну, легко ли было найти двойника? Да, ну, соответственно, для того, чтобы мне в следующий раз кота прогнести на борт, мне нужно было, чтобы он весил меньше. И поэтому мне пришлось кинуть клич в социальных сетях, написать заметку с просьбой найти в Москве кота похожего. Кот был найден. Кот был на 2 килограмма меньше веса. Он приехал в назначенное время в аэропорт, взвесился вместо кота Виктора. Ну, соответственно, дальше мы поменяли котов и полетел уже непосредственно кот Виктора в самолете. Найти, ну, на это потребовалось несколько часов. В общем, друзья обкликнулись, прислали фотографию, очень похожая кошечка Фиби. Ну, эта история стала известна, потому что вы написали пост в Фейсбуке. Так бы, наверное, Аэрофлот не выяснил, что кот был заменен. Вот не жалеете о том, что написали тогда этот пост, который и вызвал тот резонанс, о котором мы сейчас знаем? Ну, пост на самом деле был для друзей. Он не предполагался для широкого круга. Он был просто открытым. И как-то неожиданно его стали тиражировать. По поводу жалею или нет, сейчас после этой ситуации поднялся вопрос. И предполагаются некоторые изменения в правилах. По крайней мере, с такими законодательными инициативами выступили депутаты. И если эти законодательные инициативы найдут свою реализацию, я на секунду не буду жалеть, что так произошло. Ну, у вас ведь забрали бонусные мили. Аэрофлот лишил вас там достаточно серьезно. 14 лет вы их собирали. Да, все верно, так и произошло. Но правила, они для всех одинаковые. Я нарушил правила. Закон суров, но это закон. Поэтому Аэрофлот вправе выбрать ввести против меня санкции, те, которые он считает нужными. Но вы просили направить их на благотворительность. Да, после этого я попросил. Много людей откликнулись после этой публикации Аэрофлота. Они предлагали перевести мне свои мили в поддержку. Но в связи с тем, что у меня был заблокирован счет от Аэрофлота, это было невозможно. Я обратился к общественности, попросил мили, которые они хотели перевести на мой счет, отправить на благотворительность. И попросил по возможности сделать то же самое Аэрофлот с моими милями, которые я, честно, хотел 14 лет. Вы проснулись знаменитым после этой истории? Вот это ощущение было у вас? Сначала было интересно, потому что это было очень неожиданно. Было огромное количество звонков. Писали по всем мессенджерам. Но, наверное, через полдня уже настала усталость. И в течение недели не было возможности нормально выспаться или поесть, потому что потом подключились иностранные СМИ. И у меня получалось, что большая активность российских СМИ днем, вечером европейские подключались, а ночью американцы. То есть круглосуточно вы были на связи с средствами массовой информации? Практически да, да. Ну вот стать известным, то есть это каким-то образом отразилось на вашей жизни в плане того, что вы стали узнавать на улицах? Или какая-то активность, кроме журналистов, она еще появилась в вашей жизни после этого? Да, ну на улицах узнают. И если мы куда-то идем вместе с котом, то говорят, что тот самый кот. И просят сфотографироваться часто. Ну а в плане предложений съемок в рекламе, например, в сериалах или в каких-то таких проектах, не поступало еще? Ну разные предложения поступают. Я пока не успеваю даже обработать их. Просто сумасшедший поток какой-то информационный. Очень много запросов таких разных. Ну у вас действительно на странице в фейсбуке просто переполнена она сообщениями и фотографиями, и с котами. Пытались, может быть, как-то найти невесту для кота Виктора? Что-то такое? Такие предложения были? Нет, таких предложений не было. Было предложение с первого канала, российского первого канала. Мне поучаствовать с котом в программе «Давай поженимся». Отказали первому каналу? Да, я сказал, что по религиозным соображениям могу участвовать. То есть это действительно? Прошу прощения, наверное, связь плохая. То есть действительно по религиозным соображениям не можете себе позволить участвовать в программе? Нет, нет, нет. Ну я пошутил, ну просто отказался, да. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Михаил Галин и его кот Виктор гости сегодня в нашей программе. Ну Михаил, правда, без кота сегодня, но тем не менее он у нас на прямой связи, отвечает на наши вопросы. Задавайте их по телефону прямого эфира, а также пишите в Фейсбуке. В Фейсбуке можно оставлять комментарии на моей страничке. Вадим Родионов, латиницей Родионов через А. И вот вопросы, которые мы также активно получаем, вопросы и комментарии. Ну вот Ксения у вас спрашивает, этот кот в Латвии так отъелся, то есть набрал те 12 килограммов? Да, в Латвии хорошо поел, потому что когда мы летели в Владивосток Москва-Рига, он помещался в нормативы. На обратном пути уже что-то пошло не так. В Латвии хорошо кормят. Еще вопрос от Ружены, который также пришел по Фейсбуку. Есть ли категории пассажиров, в которых ваш герой, будь его воля, не пускал бы на борт самолет? Это к вам. Ну, вы знаете, личная свобода человека заканчивается там, где начинается личная свобода другого человека. Если это правило будет соблюдаться, то я за то, чтобы летали абсолютно все. Появилась информация о том, что вам предложили стать акционером Аэрофлота, кстати. Да, была такая ситуация. Вы согласились? Одна финансовая компания предложила акцию Аэрофлота в качестве компенсации за те мили, которые Аэрофлот у меня отозвал. Вы согласились? Почему же и нет? Да. То есть вы теперь уже, можно сказать, акционеры Аэрофлота? Хочешь изменить ситуацию? Без кути-минута. Но будете как-то вообще монетизировать эту историю? Готовы к этому? В случае дальнейших предложений. Вообще-то, изначально эта история была не про деньги, и пока мыслей нету. Если будут поступать какие-то прям очень интересные предложения и полезные предложения, то я, возможно, рассмотрю. Ну, мне сейчас нравится больше направление какой-то социальной ответственности, потому что, например, компания-производитель футболок с принтерами Виктора выпустила линейку, и 20% с продаж отдаёт на благотворительность. Это очень здорово. Такие коллаборации мне кажутся правильными. Ну, многие предприниматели, они стали предлагать вам такие утешительные призы, бесплатные поездки в такси, зоотовары, тренировки для кота. Вот как реагировали на это вообще? Ну, это приятно. Я, в первую очередь, это рассматриваю как поддержку. То есть поддержка среди населения и среди малого бизнеса в том числе. У нас звонок радиослушный на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, меня коты меньше всего интересуют. Меня интересует, вот вы жили в Латвии, а сейчас вы в Матальнем Востоке. Вот какие у вас впечатления? Хотели бы вы вообще остаться и жить в Латвии? Спасибо. Спасибо. Такое суровое радиослушное, что это не интересует. Я очень люблю Латвию, люблю Рибу. Здесь прекрасный город, прекрасные люди. У меня очень много друзей осталось. И я считаю Ригу вторым своим родным городом наряду с Владивостоком. Поэтому я с удовольствием буду возвращаться и как можно чаще, насколько мне будут позволять возможности. С котом Виктором? Вместе с Виктором. Если он похудеет. Но сейчас он, кстати, занимается, тренируется и сбрасывает вес. По крайней мере, как сообщали, средства Матальдина. Ну, нет, он не совсем так. Я вообще против, считаю, что искусственно создавать дефицит, ему дефицит веса, это не очень правильно. Поэтому мы в каком-то лайт режиме пытаемся его привести к тому нормативу, чтобы он проходил по требованиям перевозчика. Но компания производителя кормов предложили еще в подарок нам консультации ветеринаров, которые, в общем-то, объясняют, как нужно покормить, какой должен быть баланс корма для того, чтобы он немножечко сбросил вес. Ну, вы ведь вместе с Виктором посещали тренировку хоккейного клуба «Адмирал» как раз. Да, да. И по блажке там не было, как я понимаю. Виктор ходил, но тренер был очень суров, да. Но Виктор, наверное, тоже внес свой лепту в настроение «Адмирала», потому что в этот день они показали отличную игру и выиграли матч с финской командой. А как вас пригласили? То есть вы были знакомы с кем-то из представителей клуба? Или это опять же вышло... Ну, вот вам просто позвонили. Ну, я знаком представителям клуба, стал так же, и, в общем-то, информационный повод, естественно, сыграл свою роль. Но талисманом Виктору не предложили стать? Талисманом клуба? Пока нет, но я думаю, в дальнейшем, в дальнейшем, может быть, что-то случится. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в Фейсбуке, пишите в WhatsApp 2306191. Диана пишет нам, тем временем, зачитая ее комментарий. Михаил реально замечательный человек, и коту повезло с хозяином. Михаил с Владивостока. И у меня такой вопрос. Раньше, в моем детстве, родители по работе ездили во Владивосток и брали меня с собой. Помнится, местные часто называли некоторые места китайскими словами «пляжи» и «бухты». А как сейчас? Используют ли их в обиходе? То есть, китайский язык используется? Ну, я вам скажу, например, что название... Вы должны быть знакомы с творчеством «Мумитроли». Он очень часто выступает. У него один из альбомов называется «Шамара». Ну, и «Шамара» — это народное название бухты Лазурной во Владивостоке. Его чаще называют именно так. То есть, названия китайские или японские, названия используются... Ну, вообще, используется в повседневной жизни? Ну, китайский язык, насколько он... Да. Есть вот как англицизмы. Также, вот здесь, в Азии, есть слова, которые немножко пересекаются с азиатскими языками. То есть, например, ресторан китайской кухни может называться «Чифанька», потому что «Чифань» — это принимать пищу по-китайски и так далее. Ну, разные варианты есть. Но вам предложили стать звездой Дальнего Востока. Такую премию, по крайней мере, планировали вам вручить. Ну, я пока к этому отношусь как к слухам. То есть, никаких официальных предложений мне не поступало. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Напомню, что на прямой связи из Владивостока у нас сегодня хозяин кота Виктора, того самого кота, Михаил Галин. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня хозяин кота Виктора, которого не пустили на борт аэрофлота из-за лишнего веса, Михаил Галин. Здравствуйте еще раз, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте. Телефон у прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы и также пишите в WhatsApp 230-6-191. Как вы считаете, все-таки депутация аэрофлота, она сейчас испорчена этим, вот этой ситуацией? И насколько, на ваш взгляд? Сложный вопрос. Это нужно рассматривать все-таки этот вопрос больше маркетологам. Ну, да, я видел, что очень много негативных комментариев, но плохой пиар – это тоже пиар. Скажем так, я считаю, что аэрофлот мог с точки зрения их пиар-службы или пресс-службы отреагировать более эффективно на происходящее. Еще вопрос, который мы получили по Фейсбуку от нашего радиослушателя, вот как раз спрашивают о том, ну, поскольку много писали о вас и крупнейшие мировые новостные агентства, и телеканалы, и CNN, и NBC, вообще, какие предложения поступали с Запада? И поступали ли, спрашивают у вас слушатели? С Запада поступали предложения только поучаствовать в прямых эфирах, во включениях и дать комментарии. Других предложений с Запада не поступало. Вот много мемов. Наверное, из того, что мне больше всего запомнилось, это было прямое включение в BBC News World, то есть, ну, это, наверное, самое топовое информагентство, и это было, конечно, как-то волнительно. Вот много мемов, где обыгрывается тема авиакомпаний, что в отличие от Аэрофлота, там появляется кот Виктор, и что авиакомпании мы возим всех котов без исключения и так далее и тому подобное, но это скорее шутки. А тем не менее, вот не было ли предложения от авиакомпаний, от других авиакомпаний, что-то делать вот с вами и с Виктором? Какие-то рекламные концепции и так далее? Было предложение от частного перевозчика, то есть, ну, грубо говоря, от хозяина небольшого самолетика, ну, такого, недальномагистрального, он говорит, что на моем самолете вы можете провозить кота любого размера. То есть размер не имеет значения для них? Ну, примерно так, да. Но и самолет далеко не летает, к сожалению. До Владивостока из Москвы не долетит. Размер не имеет значения, а расстояние имеется. Да, и как в нашей заставке. Какие, на ваш взгляд, все-таки важные вопросы подняла эта история? И удалось ли обратить внимание, вот, в таком широком смысле, на вопросы перевозки домашних животных? Вы знаете, вот, я, конечно, сейчас могу уйти в философию, и для меня, на самом деле, этот вопрос открылся немножко по-другому. То есть эта ситуация уже переросла из взаимоотношений человека или авиакомпании, отношения с животными и так далее. То есть для меня сейчас эта ситуация видится в следующем ключе, что на рынке существуют монополисты. Ну, это как есть. Но при этом эти монополисты, у них отсутствует стремление, желание, мотивация меняться в лучшую сторону, меняться в клиентскую сторону. Потому что они находятся в неконкурентной среде. И вот это, в общем-то, является неким якорем для экономики в целом, хотя могло бы стать локомотивом какой-то индустрии. И это повсеместно, это не только касается авиаперевозок. Я сейчас смотрю на эту ситуацию именно с этой стороны. А что касается отношения... Давайте немножко продолжу даже. В частности, если коснуться ситуации с аэрофлотом, с 2017 года существует возможность изменить вес животных, которые допускаются к провозу в салоне. То есть их можно сделать больше. Например, компания «ЮТЕЙР» сделала разрешение к провозу животных порядка 10 килограмм. Аэрофлот не стал менять свои правила, потому что они монополисты, их все устраивает. У них нет такой задачи и цели. Ну, вот в этом я вижу проблему. Что касается отношения к животным, в России вообще на постсоветском пространстве, потому что, например, в Латвии запретили цирк с дикими животными. Вот на ваш взгляд, насколько хорошо обстоят дела в этом смысле с отношением к животным, как вы могли бы оценить на постсоветском пространстве? Или все-таки у нас такое пренебрежительное отношение еще присутствует? Мне нравится, как в последнее время развивается это направление. Действительно, цирки стараются запретить повсеместно, считаются жестоким отношением к животным. Как показала наша ситуация, права животных, что ли, готовы отстаивать люди и инициативу проявляют всячески. И очень здорово, что ряд депутатов тоже обратили на это внимание. Возможно, будет какая-то законодательная инициатива по этому вопросу. Ну, депутаты выходили с вами на связь или вы узнали из средств массовой информации о том, что они обратили внимание? Мы немножко в соцсетях попереписывались, чтобы так сверить часы, понять, как движется процесс. И как он сейчас движется, да? И как он движется, да. На какой стадии? Ну, пока они написали письмо президенту Аэрофлота и готовят еще несколько заявлений. То есть пока, скажем так, на начальной стадии все. Вы сказали, что, может быть, Аэрофлот должен был как-то эффективнее отреагировать. Что именно вы имели в виду на случившееся? Ну, в первую очередь, они обязательно должны были, естественно, наказать нарушителя. То есть я нарушил правила, они должны были ввести санкции. Но здесь можно было сгладить последствия общественного осуждения. Здесь можно было, например, отправить коту пачку корма диетического и сказать, вы лояльный клиент. Нам бы очень хотелось, чтобы вы дальше летали со своим котом, но он должен проходить по весу. Плюс объяснить, почему существуют требования, и почему важно, чтобы эти требования не нарушались. Ну вот пишет нам Виталий, наш радиослушатель, по WhatsApp, он пришел сообщение. Я однажды тайно змею однометровую перевез в самолете в багаже. Нормально долетел, кстати. У меня, кстати, для вас сейчас есть сюрприз, вернее, для ваших зрителей, наверное. Не для слушателя, но для зрителей. То есть Виктор... Кот Виктор появляется у нас сейчас в эфире как раз. Да, это важно рассказать тем нашим слушателям, которые нас слушают, а не видят. Виктор действительно крупный кот в кости. Да, и он в таком спокойном состоянии сейчас находится. Умиротворенный. Ну да. Ладно, я его передам в надежные руки, чтобы он не волновался и дальше. Да, Виктор появился у нас в кадре, это можно будет посмотреть в Ютубе. Мы его после эфира выложим, как всегда выкладываем на нашем канале, радио Болтком. Так что можно будет найти фактически исторический кадр. Виктор к нам зашел буквально на несколько секунд. Ну, кстати, сама история кота, вот она остается за кулисами этого резонанса. Как он появился у вас? Мне его подарили на Рождество, когда коту был один месяц. И вот мы с ним два года прожили во Владивостоке и два года в Латвии. И, кстати, вы много путешествовали также вместе с ним и никогда не было таких прецедентов? Ну, может быть, не подобных, но по крайней мере каких-то. Кот не очень хорошо переносит перелеты, поэтому я стараюсь его лишний раз не тревожить. И когда бывает такая возможность оставить кота дома, я его стараюсь оставлять. Мы с ним летали дважды. То есть Восток-Москва-Рига и Рига-Москва-Владивосток. То есть у нас только тогда, когда это было вынуждено. Когда у меня был переезд на объединенное время. А почему Виктор? Почему вы назвали Виктором его? Победитель. Давайте, да, оставим вот эту версию, что победитель. Это хороший вариант, мне он нравится. Виктор победителя аэрофлота, можно так, наверное, сказать. У нас звонок есть. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Да, Сергей, слушаю. Кажется, повезло коту с хозяином. Хозяин оказался настоящим. Я говорю, а то был бы броня на аэродроме, когда, запомните, присесть их печатали, оставил собачку. И она встречала каждый самолет. Это хорошо, что это сама. Но вот мне не... Хотелось спросить, почему вы входите в вопрос... Школу. Каких школ, простите? Задачивают детей психологических. Вы о чем сейчас говорите? Вы уходите какие-то авторитепенные. Какие дети, простите, и какие школы? О чем вы говорите? Что вы имеете в виду? Русские школы детей. Ага. Спасибо вы. Сейчас и детей детсадов даже. Да, вопрос языка. Некуда от него не уйти. Простите видимости в Латвии, да. Следите за ситуацией политической в Латвии, кстати? Ну, когда находился в Латвии, да, следил. Сейчас просто последнюю неделю точно не успеваю ни за какой ситуацией следить. Ни в Латвии, ни в России, ни в мире. То есть не следите за новостями, потому что сами являетесь ньюсмейкером вместе с Котовым Виктором? Ну, похоже, что да. Ну, какие у вас вообще мысли по этому поводу наши диаслушатели интересуются вашим мнением насчет ситуации политической в Латвии, если готовы об этом говорить? Ну, мне кажется, политика не мой конек, да, в общем-то, я не должен делать каких-то заявлений. Поэтому, ну, можно разрешить, я не буду комментировать их. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Можно также написать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. На Фейсбуке, на моей страничке Вадим Родионов, латинице Родионов через А. И вот, кстати, Лада нам пишет, но это скорее комментарий, а не вопрос. Она пишет, Михаил, как и практически вся страна, а теперь уже даже весь мир, переживали за вашу с Виктором историю. Искренне восхищаюсь вашим отношением к коту и вместе с тем здравым и взвешенным отношением к ситуации. Здоровья вам и Виктору и благополучных новых путешествий. Спасибо, передайте, Ладе, мои благодарности и привет у кота Виктора. Ну, а, кстати, с негативной реакцией на ваш поступок вам приходилось сталкиваться со стороны пользователей? Ну, так называемые хейтеры появились в том числе. Да, конечно, через короткий срок появились люди, которые несколько дней подряд как на работу ходили в постик и пытались зацепить других пользователей. Не знаю, кто это и зачем, но я старался, по крайней мере, в первое время поддерживать гигиену, наверное, в своих социальных сетях. И уважаю любое мнение и позволял любому мнению там находиться. Но когда начинались какие-то холивары, я старался это как-то блокировать. То есть обижали вас комментарии? Ну, наверное, нет. Я достаточно взвешенную позицию занимаю, понимаю, где я виноват, в чем я виноват, почему я так сделал. Поэтому, почему-то здесь сложно, наверное, чем-то убедить. Ну, все-таки, когда человек становится вдруг в одночасье публичным, знаменитым, вот вы сами говорили о том, что для вас это такая неожиданность. Тяжело вот это ощутить сразу, вот это время славы, когда вдруг в один момент ты становишься звездой всемирной фактически. Ну, и кот, конечно, и вы тоже. Да, я хотел только добавить, что это нужно спросить у моего кота, потому что я себя чувствую пресс-секретарем при нем, поэтому знаменитостью я так помогаю просто им. Ну, то есть такое бремя не ощутили, да? Вот бремя славы как-то. Нет, ну, я точно не ощутил. Ощутил немножко усталость от внимания, но я думаю, у кота такая же проблема. Ну, кот тоже устает, да, от повышенного внимания и на улицах к нему, если подходит фотографироваться и так далее, как вы говорите? В пиковое время к нам, ну, могло за один час домой, то есть мать-кота приходила по пять ТВ-каналов, поэтому каждому нужно было позировать, и кот, конечно, немножко уставал от этого, уже начинал нервничать. Ну, вы не планировали, кстати, в соцсетях развивать активность, завести Инстаграм Виктора и потом его тоже монетизировать? Нет, таких планов нету. Я считаю, что пока, по крайней мере, это точно все не про деньги. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Кремль, кстати, информирован о ситуации с котом Виктором, потому что, как обычно говорят, Кремль в курсе. Насколько я знаю, что пресс-секретарю президента задавали вопрос, спрашивали его мнение по поводу ситуации с котом, но он сказал, что, наверное, Кремль не должен комментировать ситуацию. Мы очень-то, я с ним согласен. Кремль не должен комментировать, но пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию. Потому что это на ТАСС и Ре, по-моему, лентах было как раз сообщение пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Ну, а ваши дальнейшие планы, что вы будете делать на ближайшую повестку, скажем так? Какие у вас стоят цели по этому поводу? Очень много разных приглашений с разных регионов. Поэтому мне сейчас нужно с этим всем разобраться, выстроить какой-то график. Возможно, нужно будет куда-то поехать, с кем-то пообщаться. Вообще, в планах у меня и через некоторое время посетить Ригу. Потому что это уже с дружеским визитом не по работе. Но это не мешает, вот эта история, этот резонанс не мешает вашей обычной жизни, работе, ну и тому распорядку, который у вас повседневный? Он, безусловно, мешает. Я жду, когда это уже уляжется, чтобы вернуться к нормальной жизни. Потому что еще много вопросов, которые нужно решать ежедневно. На них нет ни времени, ни возможности никакой. Эта история продолжается уже 13 дней, да, если я не ошибаюсь? Я думаю, чуть меньше, наверное, потому что я опубликовал ее, если честно, я могу сейчас ошибиться, потому что я уже потерялся в датах у всех. Очень похожие дни уже, достаточно продолжительное время. Проснулся и медиа активность пошла. С того ноября вы опубликовали свой пост, если я не ошибаюсь. А, ну, получается, да. 6-2-12-93-9 и 6-2-13-93-9, телефон прямого эфира в нашей студии, звоните. Ну вот Вера нам пишет, Виктору привет, повезло полосатику с хозяином. И вообще, кстати, многие наши радиослушатели отмечают, что Виктору повезло с хозяином. Вот, кстати, порядок с нами. Мне очень приятно, спасибо. Вы готовы согласиться с этим? Я, на самом деле, ну, я так, условно соглашаюсь, но для меня немножко странно. Я считаю, что, наверное, ни один хозяин не повел бы себя таким образом, по крайней мере, тот, который действительно ответственен за свое животное. То есть я не считаю это каким-то подвигом или особенной ситуацией. Но, тем не менее, многие ведь сдают своих животных в багаж, когда совершают перелеты достаточно такие продолжительные. И вот Ваша история скорее исключение, чем правило, как мне кажется? Или Вы так не считаете? Насколько я знаю, во многих самолетах достаточно комфортно оборудованы багажные отсеки. Просто у нас была другая ситуация, что мне нужно было с котом рядом находиться. Даже если бы он летел в салоне, но меня не было бы рядом, это могло бы закончиться позачемно. Потому что он себя плохо чувствовал, и он мог захлебнуться слюной. То есть фактически это было продиктовано, ну, необходимость, вопрос выживания стоял? Ну, с моей точки зрения, да. Но это было в любом случае нарушение правил авиаперевозчика. Ну что ж, спасибо Вам, что Вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Хозяин кота Виктора, которого не пустили на борт аэрофлота из-за лишнего веса, Михаил Галин был с нами на прямой связи. И также кот Виктор, Виктор Михайлович, выходил с нами на связь. Он появлялся в кадре, и еще может быть посмотреть это видео у нас со страницы в Ютубе, да. Спасибо Вам, всего доброго, и до свидания. Спасибо Вам большое, и большой привет прекрасной Латвии, и всем друзьям. И ждем Вас в Риге вместе с котом Виктором. Всего доброго. До свидания. Спасибо, всего доброго.